друзья всем привет сегодня хотел показать вам возможность установки вот такого бюджетного багажника на фэдбайк я уже показывал вам багажник передний багажник топик который устанавливается практически на любую вилку багажник отличный вес выдерживает он до 10 килограмм выдерживает точно не знаю возможно и больше но я не пробовал в принципе по моим запросам 10 килограмм это для переднего багажника много вот видео про багажник топик у меня есть но багажник дорогой вот сегодня хочу показать вам такой багажник стоит он пределах 600 рублей на алиэкспресс этот багажник устанавливается вот на такие вилки со специальным креплением но я хочу приспособить именно для фэдбайка еще раз хочу сказать что достаточно бюджетный вариант и по крайней мере ну это не топик но по крайней мере лучше чем ничего потому что не кажется может позволит купить дорогой багажник а вот этот вот ну посмотрим что с него получится сразу скажу что вот эти крепления они были загнуты вовнутрь для установки именно вот на такие вилки вот я их немного 90 градусов развернул они стали у меня вот так прямые не в эту сторону а вот так крепить мы будем с помощью вот таких вот сантехнических хомутов я уже показывал как с их помощью можно установить крылья на фэтбайк ну потому как других вариантов для установки крыльев в большинстве случаев просто нету а вот это вот такой лайфхак ну от меня лично для моих подписчиков и сегодня попробуем поставить именно такой багажник давайте посмотрим что из него получится да там в комплекте еще идут крепления ну в общем процессе установки все это увидите давайте пробовать ставить итак сначала нам надо открутить фару она будет мешать установке нашего багажника фары придется искать другое место так ну этот болт у нас еще также держит крыло дальнейшем он будет держать крыло и багажник а вот где будет фара я пока не решил с фары немного позже вот как то вот таким образом примерно будет установлен наш багажник такой пакетик идет в комплекте с багажником напоминаю стоит 600 рублей на алиэкспресс это не 8000 за топик так и вот такие вот сантехнические хомутики что ли нам тоже потребуется сейчас все посмотрим так и все Вот таким образом у нас получается немного выше, чем нам будет необходимо, потому как мы не сможем закрепить на хомуты, поэтому вот это крепление ставим другой стороной, вот таким образом его загнем вниз. Шайбочка и гаечка, всё это в комплекте идёт. Вот так. Сейчас посмотрим, если болты длинные, мы их просто отрежем, так вот это вообще как бы надо поменять. То есть я смотрю, там в комплекте разные длинные болты, этот длинный поменяем на немного короче. В принципе можно ещё покороче поставить. Но они никуда не упираются, хотя нет, упираются в крыло, поэтому придётся болты поставить покороче. Сейчас я покупал болты отдельно на Алиэкспресс, то есть болты упираются в крыло. Если бы крыла не было, было бы всё нормально, но крыло немного мешает. Поэтому сейчас подберу болты покороче и поставим. Так, достаем наш волшебный чемоданчик и... Так, вот как раз по размеру. Два болтика. Так, я ещё немного вот эту скобу выгнал, чтобы багажник был немного выше крыла. И вот давайте теперь всё это закрепим. Ну а вперёд-назад это мы потом подрегулируем уже по месту. Так. Ну вот так вот это будет выглядеть. Давайте сейчас всё прикручиваем наше крыло. Как оно было? Ну точнее крыло, багажнике. Единственное, что у нас с фарой, конечно, вариант не прошёл, но будем думать. Вот такой у нас хомут. Гаечку можно отрезать. Ну, в принципе, она не мешает, если её поставить внутри. Вот таким образом. Вот это будет у нас вот так. Теперь в одной из дужек у нас есть резьба. Затягиваем. Ну, не затягиваем. Крепим пока. Вот таким образом. Ну, в принципе, я думаю, всё понятно. Если у нас здесь... Да нет, зажмётся хорошо. Если бы не зажималось, то можно было бы сюда что-то подложить. Всё. Пока не затягиваем, всё это подрегулируем. Багажник у нас немного смотрит вниз. Поэтому сейчас верхнюю скобу подогнём. Ну, второй хомут поставим и всё это подровняем, подогнём. Кстати, хомут, вот здесь написано, диаметр 40, то есть на эту вилку подходит хомут на 40. Диаметр 40 миллиметров. Так что если... Ну, чтобы знали размер. Он подошёл, вот у меня и крылья крепил. Я не знаю, где-то вы ещё могли такое видеть. Ну, это лично моё ноу-хау. Вот такой способ крепления всего и вся. Ну, не синие, конечно, резинки я бы заменил на чёрные. Ну, у меня сейчас пока нету чёрных. Вот. Просто, когда покупал на крыльях хомуты, были чёрные. А это вот заехал в магазин, ну и только синие остались. Ну, поэтому я со временем поменяю. Можно просто взять обычный кусок резины. Хотя, видите, он, видите, такой вот специальная форма. Но можно взять просто обычную чёрную резину, чтобы не царапать вилку. Проложить и, в принципе, будет всё хорошо. Смотрите. Всё. Сидит мёртво. Причём, мертвее не бывает. Сейчас затягиваем. Вот эту маленькую скобу выкинаем, чтобы они были немного вверх. Поэтому здесь не затягиваем. Здесь у нас пока слабенько всё держится. Выгинаем её вот так вот. Ещё. Ага. Ага. Так. Здесь маленько ослаблю. Так. И с этой стороны. Всё. Давайте. Выгинаем вверх. Вот так вот. Всё. Багажник у нас практически ровно. Ну, пока мне так кажется. Так. Ещё маленько. Не бойтесь. Ничего не сломаете. Ну, вот всё. В принципе ровно. Всё. В принципе ровно. Да, кстати, иногда спрашивают меня про замочки. Ну, с некоторых пор я не пользуюсь тросиком, а пользуюсь вот такими вот замками. Ну, тут цепь металлическая. Во-первых, она удобнее, мягче, не такая, ну, жёсткая как тросик, который нужно наматывать постоянно вокруг. Зимой не дубеет. Всю зиму вот ездил. Вот после зимы, в принципе, я и не пользуюсь больше тросами, а вот только цепь. Ну, это вот просто были вопросы именно по замкам. Так попутно решил ответить. Так. Немного не выставил крыло. Сейчас ослаблю. Он уделся багажником, а крыло нужно повыше. Так. Сейчас возьмём. Сейчас ослабим. Берём просто деревянный брусок, подкладываем. Между... Вот так вот, между крылом и колесом. Крыло поднимается на максимально требуемое нам расстояние. Теперь можно будет затягивать. Слабили по максимуму. Вот так проложили деревянный брусок. Всё. Теперь будем затягивать. Всё. Вот теперь всё. Вынимаем наш брусок. Ну и всё. Затягиваем. Сначала ту сторону, где у нас багажник. Вот так вот. А теперь вот эту сторону. Никуда ничего не денется. Ну и повторяем. То же самое со второй стороной. И попрошу заметить, что 600 рублей, ну и хомуты там рублей по 50 или по 70. Сколько они в магазине стоят, я уже не помню. Брал в прошлом году, когда ставил вот сюда на крылья. Ну, в общем-то, за 700 рублей вот такой вариант. В принципе, лучше и придумать сложно. Всё. Ну, сюда можно сумку, палатку, палатку, спальник. Сейчас только придумаем, куда фару поставить. Фару. Если мы её поставим где-нибудь здесь, ну, она будет мешать. Поэтому ставить будем крепить вот сюда, спереди. Единственное, что нам длины провода немного не хватает. Поэтому сейчас попробуем размотать, вытянуть вперёд. Можно, конечно, закрепить где-нибудь, где-нибудь, где-нибудь. Вот так вот можно поставить. Вот в этом месте закрепить тоже будет не сильно плохо. Здорово. Так. Вообще, у нас здесь есть даже вот такое крепление. Это вот как раз именно для фары. Ну, для катафотов. Вот. Тут есть отверстие. Вот так вот оно крепится. И вот сюда крепится наша фара. В принципе, как вариант, попробуем сейчас использовать таким образом. Ну, что, ребята, вот такой получился вариант. Вот здесь мы закрепили фару. Можно было бы её поставить на руль. Но, в принципе... Ну, можно и так. Покатаюсь так, потом, может быть, переставлю. Ну, хотя на руле у меня дополнительный фонарик обычно я ставлю. Поэтому тут лучше будет, когда она здесь. А здесь у меня будет дополнительная фара стоять. Так что, вот так вот. Установили багажник. Вот крепление у нас такое для крыльев. И вот ещё такой лайфхак я вам показывал, куда я, допустим, ставлю бутылочку. Вот такие варианты. Ну, что, на сегодня всё. Кому понравилось, ставьте лайки, задавайте вопросы. Пишите комментарии. 700 рублей. И, как бы, дёшевая сердито. Всё, всем пока. Увидимся на канале. Не забудьте подписаться. Ну, если будут вопросы, задавайте. Увидимся.